Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об опасностях во время уборки урожая картофеля. Даже не совсем во время уборки, но какие кусты картофеля надо в обязательном порядке убрать в первую очередь, для того, чтобы не допустить в следующем году развития такого опасного заболевания, как фитофтороз. Не только на картофеле, но и на томатах. Надо помнить, что главным источником фитофторы для томатов являются особенно близко расположенные посадки картофеля. Потому что все-таки главный переносчик фитофтороза это клубни картофеля. И зачастую в поле, когда мы находимся в картофеле, мы видим, что некоторые кусты уже засохли. То есть некоторые еще с такой вот ботвой, ну некоторые сочные, да, то есть еще листики есть. То есть некоторые уже листики засохли, а на некоторой ботве уже полностью стебель высох. Дело в том, что, как правило, такие растения повреждены фитофторозом. А в личных подсобных хозяйствах картофель без фитофтороза найти бывает очень сложно. Его надо очень сильно химичить для того, чтобы полностью ушел фитофтороз. И вот когда у нас все еще сочные стебли, ну листики может быть пожукли, но стебли еще сочные. Это означает, что фитофтороз еще не дошел до клубней. А фитофтора мигрирует из листьев по стеблям, мигрирует в клубень и там перезимовывает. И если мы используем не сертифицированные семена, не специально выращенные семена, а просто, как принято зачастую в огородничестве, в картофелеводстве таком частном, личном, просто отбираем отдельные клубни из продовольственного картофеля и высаживаем их в качестве семенных, то здесь-то мы и попались, потому что вместе с этими клубнями мы передали фитофтору уже в это наше поле. А дальше она распространилась по всем чувствительным растениям. И вот если ботва уже полностью высохла, совершенно стоит сухая, вот такие отдельные кустики, это означает, что вам в обязательном порядке необходимо убрать полностью эти кусты. И если вы планируете свои семена использовать с этой посадки, то обязательно эти кусты надо убрать отдельно. Этот картофель не хранится вместе, совместно с основным урожаем. И в обязательном, обязательном порядке необходимо их съесть в первую очередь, чтобы они там даже рядом не касались. Поэтому это очень важно, что если кустик высох полностью, его надо убрать в первую очередь, чтобы не заразить свои посадки фитофторой. Что делать вот с такими кустами, которые уже подсохли, но еще стебель остается сочным. Они находятся в большой зоне риска. Если их большое количество, вам непременно нужно или скосить ботву, или провести там досикацию, синякацию картофеля. Есть разные способы, то есть сжечь эту ботву, сжечь полностью, чтобы сжечь вместе с ботвой и фитофтору, и не дать за 2-3 недели до уборки, не дать ей проникнуть в клубень. Для этого можно использовать крепкие растворы суперфосфата. Это 2 кг суперфосфата на 10 литров горячей воды, дать настояться процедить. Это залить водой равный объем золы горячей водой, дать тоже сутки настояться, процедить и опрыскать. Это растворы крепкие, растворы гипохлоритов, которые и продезинфицируют, неразбавленные растворы белизны, например. Ну, будет немного дороже, конечно, чем суперфосфат. По картофелю, если большие площади. Но, в общем, выбрать любой доступный способ, чтобы сжечь эту ботву. Или проехаться косилкой, и там пройти, смотря у кого какие объемы, и полностью убрать эту ботву, чтобы не дать мигрировать этой фитофторе туда в клубни. Ну, то же самое касается и за 2-3 недели вот такой вот ботвы тоже, на которой, ну, может, здесь другие болезни, альтернариоз есть. Это все будет очень хорошо. Надо удалить ботву любым способом. Таким образом, для того, чтобы не передать фитофтору в будущее поколение, так сказать, на следующее ваше поле, необходимо, а лучше всего, использовать сертифицированные семена, в которых вы уверены, что они были выращены, под контролем семенных инспекций. В любой стране есть семенные инспекции, которые контролируют состояние семенных посевов. Это первое. Второе. Ну, или пользоваться надежным каким-то поставщиком. Второе, что необходимо сделать, это убрать предварительно с поля все, все, все полностью растения, которые усохли на корню, у которых уже нет сочного стебля, и съесть их отдельно. Это если вы планируете отсюда выбирать семена. И третье, за 2-3 недели до уборки картофеля сжечь полностью ботву или ее скосить. Если вы не успели сделать, там вы уже убрали семенной картофель, не успели это сделать, то постарайтесь воздержаться от использования собственных семян картофеля, в том числе, и в том случае, если у вас был фитофтороз, и вы вовремя не предприняли этих мер по защите ваших семян от фитофтороза. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Эти советы вполне помогут вам спасти ваш картофель и от фитофтороза в будущем году, и томаты от фитофтороза в будущем году. На этом прощаюсь с вами. До новых встреч!